Итак, мы с вами продолжаем учить слова нашего учителя Рабену Ашера, Роша. И то, что мы на предыдущем уроке говорили, то, что он говорит, что тот, кто даже не сумел сосредоточиться во время чтения Шма, даже первой строки, он не исполнил заповедь. Но в Шолхан-Арухе мы получили, что нужно произнести первую строчку Шма, Исраэль, потом произнести то, что мы говорим в течение всего года шепотом. И есть мнение, что даже То, что мы должны сказать и иметь в виду. И вот две главы Торы, Вайтханан, где впервые появляется Шма, Исраэль и первый отрывок. А следующая глава Экеев, в которой появляется второй отрывок. И написано так в трактате Брахот Вавилонского Талмуда, что сначала человек должен принять на себя царскую власть небес, А во втором отрывке Кабалату Оль Митсвот, принять на себя ермо исполнения заповедей Творца. И это то, что Медраж говорит. Один царь завоевал страну, пришли жители и сказали, ну, давай нам твои законы. Он сказал, вначале примите меня как своего царя, а после этого я дам вам законы, которые вы должны исполнять. И мы говорили с вами, что у нас есть 248 повелительных заповедей и 365 запретительных. Но давайте посмотрим, чему же учит нас этот второй отрывок. И сказано так. Так, если вы будете шамот и шмеу слушать и исполнять мои заповеди и любить Творца всем сердцем и всей душою вашим, не говорится всем достоянием, имуществом. И, несомненно, задается вопрос. В первом отрывке говорится, а в этом нет. В первом говорится про каждого еврея. А здесь говорится про общину. И что будет? Если будете исполнять мои заповеди, то я дам дождь, поздний, ранний, и соберете свой урожай злаковых, винограда имеется в виду, вино, оливкового масла. И будете жить и процветать. И дам траву вашим животным, увеличится ваше достояние. Но если вы не будете исполнять мою волю и будете поклоняться идолам, то быстро исчезнете вы с этой земли. И здесь мы должны остановиться и понять, что это значит поклоняться идолам. В начале мы начали с того, что когда еврей произносит шесть слов Шма-Исраэль, первую строчку, он должен подумать и принять, что есть только одна реальность – Творец мира. А все остальное как будто вообще не существует. И то, что мы говорили – отказаться от своей царской власти, впустить Творца в свой мир, войти в его мир. И это то, что учат наши мудрецы в Талмуде, что злодеи, они находятся над своими идолами. Это фараон видит сон и пересказывает его Йосефу. Я увидел сон, может быть, ты можешь его разгадать. И вот я стою над Нилом, над своим идолом. Потому что Нил, Нилус – это один из главных идолов Египта, от которого все благоденствие. Разлив Нила дает благоденствие, но фараон стоит над ним. И это то, что говорит пророк Хескель. Суть фараона – Ли и Ориева, а не Осетине, мне принадлежит Нил, и я сам себя сотворил. То есть, без меня невозможен мир. Я управляю, а не тот, кто сотворил мир. И тогда, что это значит, если будете поклоняться идолам? То есть, если ваше желание, ваша воля, ваша царская власть вытолкнет Творца из мира, тогда быстро вы исчезнете из этой земли. А эта земля – особенное место, предназначенное для особенного народа, в который он должен исполнять заповеди Творца. Ведь в главе говорится про то, как прославлена плодами земля Израиля. Семью плодами она прославлена. Именно здесь человек может достичь духовного уровня, который он не может достичь ни в одном месте мира. Больше того, Ромбан приводит высказывание наших мудрецов. Тот, кто живет за границей, как будто у него нет всесильного. Так, может быть, там я освобожден от исполнения заповедей? Нет. Заповеди, которые связаны с телом. Я, конечно, могу надеть кому-то тфелин, но я заповедь тфелин не исполнил. Это тфелин, которые должны быть у меня на голове, у меня на руке. Это то, что связано с исполнением заповедей Творца. А что такое заповедь? Я уже неоднократно говорил то, как объясняют, что такое заповедь шло, кадош. Это не цивуй повеление, это не цав приказ, это цавта, митцва. Это состояние связи. Корень слова цавта – объединение. Благодаря этим повелительным 248 заповедям я связываю каждый свой орган с источником жизни. А объясняет это Рафхайм Виталь, ученик великого Ария Кодыша, что так же, как в теле есть 248 органов, так и есть 248 органов души, которые оживляют каждый орган. Но так же, как телу каждые 6 часов нужно есть, пить, так и душе нужно питание. Отчего же душа получает это питание? От исполнения заповедей именно этим органом. Это ключ к исполнению заповедей Творца. И здесь я не могу не рассказать и не вспомнить моего учителя Равыцка Казильбера. В этом году 14 лет, как он ушел в Ешиву на небе. Меня всегда поражало, как он любил каждого еврея и как он служил Творцу. В нашей главе, в главе Экев сказано, что это то, что Творец ждет от тебя. Ираташе. То есть трепет перед Творцом, перед небесами. И сказано, что у Творца есть особенная кладовая, где он хранит самые большие драгоценности. Что там хранится? Трепет перед Творцом. И это то, что сказано. А коль бы и дэй шамайм, хуц ми и рад шамайм. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. И я уже цитировал, это написано в книге, как один бальчува попросил у Равицкака благословение, чтобы он дал ему благословение на трепет перед небесами. Равицкак сказал, я не могу дать на это благословение. Это то, что человек должен заработать сам. И этот бальчува расстроился. И тогда Равицкак дал ключ. Ну что ты расстраиваешься? Это ведь так просто. Каждое мгновение спрашивай себя, что сейчас хочет от меня Творец. Это то, как он жил. Это то, как он запретил себе изучение Торы. Что значит углубленно изучать Талмуд? В России он несколько раз завершил весь Вавилонский Талмуд. А в Израиле себя запретил. Но почему? Потому что он всё время тратил на спасение таких, как я. Как-то он сидел перед уроком. Он давал урок пятикнижия, недельную главу. И задумался. Спросил его один ученик. Равицкак, вы думаете, о чём сказать во время урока? Нет, сказал Равицкак. Я думаю, о чём не сказать. Вы понимаете? И вот я хочу привести вам отрывок из Вавилонского Талмуда. То, что написано в трактате Санедрин. Сказано, что заболел у Раби Йоханана бен Закая были самые два близких ученика. Раби Элиэзер бен Уркинус и Раби Ушо бен Хананя. Причём Раби Элиэзер бен Уркинус, он начал учить Тору, как многие из нас, в 28 лет. И стал одним из самых близких учеников Раби Йоханана бен Закая, благодаря которому была спасена вся Тора. А на самом деле спасён еврейский народ. Потому что, когда он вышел из осаждённого Иерусалима и предрёк Веспасиану, генералу, который вёл осаду Иерусалима, что он станет императором, буквально через какое-то время прибыл гонец из Рима и объявил, что он стал императором. И тогда Веспасиан сказал Раби Йоханану бен Закаю, что он может попросить несколько вещей. И что он попросил? Он попросил явно и её мудрецов. Он собрал там всех мудрецов своего поколения. И они установили законы, по которым живёт еврейский народ до сегодняшнего дня. Без храма, даже без земли Израиля. Но старой. Так вот, один из близких его учеников, Раби Леезар бен Уркинус, он заболел. И пришли четыре мудреца его навестить. Раби Тарфон, Раби Ушуа, Раби Алязар бен Азария и Раби Акива. И вот встаёт Раби Тарфон и говорит, «Ты, Раби Леезар, лучше для Израиля, чем капли дождя. Ведь дождь орошает землю в этом мире, а ты и в этом мире, и в будущем. Продолжил Раби Юшуа, ты лучше для народа Израиля, даже чем диск солнца. Ведь солнце освещает землю в этом мире, а Раби освещает и этот мир, и будущее. Продолжил Раби Алязар бен Азария, ты лучше для Израиля, даже чем отец и мать. Почему? Потому что родители приводят ребёнка в этот мир, а Раби приводят его в будущий мир. Но что же сказали наши мудрецы? И я цитирую вам то, что сказал Рави нашего района Неваякова Гаон Равцви Вебер. Это он говорил на тридцатый день после ухода нашего друга и учителя Равгершина Авраама Бермана. Так вот, как он объяснил слова наших мудрецов? Если сеют зёрнышко в землю и нет дождей, оно не может произрасти. Она остаётся в земле, пока не сгниёт. Но если выпадают первые капли дождя, благодаря им это зёрнышко начинает расти. Но если нет солнца, оно останавливается в своём росте. А если есть солнце, оно продолжает расти. Но вот, что же сказал Раби Алязар бен Азария, что ты лучше даже, чем отец и мать. Дождь – начало роста, солнце – продолжение. Но кто занимается своим ребёнком всё время? Неважно, сколько ему лет. Вот он родился, вот ему 5, 10, 13, 20, 30, 40, 50, 60 лет. Всё равно родители думают о своём. Для них он и в 70 лет остаётся ребёнком. Они думают, чтобы ему было хорошо. И заботятся о нём. Это качество отца и матери. И это то, что имел в виду Раби Алязар бен Азария, говоря о Раби Алязаре бен Уркинусе. И что они имели в виду? Что он заботится об ученике с самого начала. Это как первые капли дождя. Дальше он занимается его ростом, как солнечный диск. И он, как родители, заботится о нём. Даже когда ученик стоит на своих ногах. И вот это то, что говорил Раб Вебер про Раб Гершина Бермана. И это то, что я хочу сказать про нашего учителя Равыцка Козильбера. Сначала вот мы, как вот эти сухие зёрнышки, оказались в земле Израиля, не зная ничего про своё еврейство. Мне было 29 лет, когда меня привели к Равыцка Козильберу. Я им впервые надел мне тфелин. Это был день моей барвицвы. Первый раз евреи надевают тфелин. В 13 лет. Но мы, дети, которые выросли в чужом плену, и мы выходим из этого страшного галута, из пустыни народов. Что сохранилось? Вот это... Мы знали, что мы евреи. Ну, что-то слышали. Энгельса я читал. Маркса я учил капитал. Последние письма Ленина я сдавал. А кто такой Раби Акива, или Раби Элиезер Бен Азария, или Раби Элиезер Бен Уркинус, я не знал. Даже имени Йошо Бен Нуна я не знал, не говоря уже про все остальное. Так вот, что делал Рабицкак? Он по капельке, как эти первые капельки дождя, орошал вот эти сухие зернышки. Но это было недостаточно. Он продолжал, как диск солнца, освещать нас своими лучами своей безграничной любви. И он был для нас, как отец и мать. Ну, что слышно в доме? Ну, какие дела? Где? Как? Это до последнего дня жизни заботило Раб Ицкака. Каждый ученик, каждый думал, что он единственный и самый любимый. Это то, что делает настоящий учитель. И когда даже ученики стояли на своих собственных ногах, все равно вот этот свет учителя, он помогал им расти. Мы понимали, зачем нужно учить Тору. Как зачем? Чтобы быть похожим на него. Ради этого учит Тору? Ну, конечно, кто может сказать, что он достиг этого уровня? Наши мудрецы говорят, что каждый еврей должен спросить себя, когда достигнут мои поступки, поступков моих прадцев. Аврама Ицкака Якова. Хотя бы дотронуться. Так вот это то, что уже 14 лет, как ушёл Раб Ицкак, часто каждый ученик спрашивает себя, а что бы на моём месте сейчас сделал Раб Ицкак? И это помогает. Я не могу сказать, что я могу себя вести, как он. Нет, не могу. Он праведник, а я только... Вы волшебник? Нет, я только ученик-волшебник. Я только учусь. Но это помогает поднять планку выбора. Я знаю, зачем учат Тору, чтобы быть таким, как он. И вот это то, что сказано в Талмуде, что ученик может постичь уроки, которые он получил от своего учителя через 40 лет. И вот уже 39 лет в этом году, как я познакомился с моим учителем Раб Ицкаком Зильбером. Может быть, через год я что-то больше пойму. Но как часто Раб Ицкак мне напоминал. Патлас, ты помнишь Дискин? А в Дискине я начал учить Талмуд. И там Раб Ицкак приходил, тоже давал уроки. И тогда, в тот начальный период, мне казалось, ну никакой возможности решить мои проблемы нет. И вдруг они как бы сами собой решались. Не сами собой. Обо мне молился мой учитель Рабыцкак Зильбер. А сказанное, что тот, то отменяет свое желание. Перед желанием Творца Он, Творец, его и в желании исполняет, как свое. Его молитвы, несомненно, построили и мой дом, и помогли мне построить, насколько возможно, меня. Но здесь есть еще одна вещь, которую я слышал от Рабыцкак Зильбера. То, что он мне говорил. Когда передо мной встает тяжелая проблема. Серьезный вопрос. Я представляю, что если бы я уже не был в этом мире или смотрел на него с какой-то далекой звезды, как бы я решил этот вопрос? И тут мне открылось то, что наши мудрецы говорят в первом строчке Шма. Сказано, когда я произношу Эхад, я должен иметь в виду, что нет ничего, кроме него. И я полностью должен отменить свою волю перед его волей. Так вот это то, что говорил Рабыцкак. «Если бы я уже умер». А это то, что Арья Кодыш открывает в момент произнесения слова Эхад. Нужно иметь в виду, что я готов на четыре вида смерти, чтобы осветить имя Творца. Это то, что было постоянным руководством для Рабыцкака. Это то, как глубинные смыслы Торы раскрываются через, казалось бы, простые слова Рабыцкак. Несомненно, он знал всю Тору. И великие мудрецы радовались, находясь рядом с ним. Глава Ешивы Тифрах, Виезер Пильц. Гавон, Рабмойша Шапира. Когда они видели его, они начинали улыбаться. Почему? Потому что рядом с ними находился еврей, праведник, для которого весь смысл жизни заключался в том, чтобы каждое мгновение жизни спрашивать, что ты хочешь сейчас, чтобы я делал. И это то, что я нашел, опубликовали в организации Толдот и Шурун слова Рабыцкака по поводу Девятого Ава. Как он объясняет Свита Кейха, как он учит кино, плачет. И там приводится одно его высказывание. Может быть, это он сказал во время какого-то урока. Он говорит, что каждый еврей, он должен понять, что он солдат. Что это значит? Холод, жара, день, ночь. Я солдат. Я не могу сказать, Творец, подожди, я иду спать. Творец, подожди, я голодный. Что в этот момент хочет от меня мой главнокомандующий? То есть человек, который все время живет с Творцом. Творец является его Едиднефеш, его сердечным другом. Едиднефеш, Аварахаман, мой сердечный друг, Отец милосердный. Когда смотрели на Равицка, не нужно было доказательств, что есть Творец. Потому что вот этот человек живет постоянно с Творцом. И с этого начинается Шолхана Рух, Шевите Ашемли нигди Тамид. Представляю Творца напротив меня постоянно. И это было выражено в его молитве. Когда в Ешиве Турадхайим в Йом-Кипур он молился молитву Мусав. Обычно приглашает людей с хорошим голосом, которые поют, да, с чувством. И вдруг никакого пения, немножко речит татив. Но с кем он говорит? Если бы со стороны мы закрыли глаза, так человек говорит со своим близким другом. Едид Нефеш, сердечный друг, Ава Рахаман, так говорят с отцом, просят его не за себя, за весь еврейский народ. Эта молитва осталась навсегда и в моей жизни, и в жизни моей жены, которая это слышала. А во время еще одной молитвы в рож ашана в день суда, одна мама молилась так сосредоточена, что она не слышала, как ее дочка полутора лет плачет, плачет. И вдруг туда зашел один пожилой еврей, взял на руки эту девочку, начал ее гладить, что-то ей нашептывать. мама молилась, а он понял, что в этот момент гораздо важнее успокоить эту девочку. Вы понимаете, в этом движении, в этом его шепоте, какая молитва прославления Творца была. И это то, что он был для нас как отец и мать, то, что говорит Раби-Элиэзер Беназария по поводу Раби-Элиэзера, Уркинуса, Великого, объясняет Равхаем из Воложи, извините, Равхаем, Шмулевич, глава Ишивы, мир, что означают слова всех этих мудрецов. Это на самом деле была их молитва перед Творцом, что они не могут дать, что болезнь, эта болезнь унесла их Рава, потому что он необходим в мире, как первые капли дождя, как лучи солнца, как отец и мать. Это то, что еврейский народ без него не может. И поэтому, когда Творец забирает великого праведника из мира, в мире остается как будто незаполненное место, дыра. И как ее заполнить? Всегда мы знали, есть Ярушалай, а в Ярушалай есть район Санедрия Мурхевет, а там есть дом 107, как Равицк вызывал телефон, Санедрия Мя Ва Щева. И все водители уже знали, что как только он войдет в машину, начнется урок Торы. Так вот, мы знали, есть квартира на втором этаже, где всегда тебя встретят с радостью, где всегда ты найдешь ухо, которое готово выслушать все твои проблемы, сердце, которое отзовется как камертон на то, что волнует тебя. Я помню, как-то я пришел и сказал, что в Равицкак нужно написать какое-то письмо по поводу чего-то. Он говорит, Патлас, садимся, пишем. Я говорю, можно потом? Нет, сейчас. Почему? Если представляется тебе заповедь, не дай ей закваситься. Как мотца. Сейчас. Сколько уроков мы выучили не из его слов, а из его поступков. Звонок. Патлас, ты можешь через 20 минут быть у меня? Я говорю, я постараюсь. Что такое? Я ловлю такси, я приезжаю. Хупа. Я должен быть свидетелем. Так решил Равицкак. Или звонок. Говорит Ицкак Зильберг, позовите Равина Патласа. Равина Патласа, а говорит Ицкак Зильберг, вы понимаете? А когда у меня был самый тяжелый материальный период, когда я снимал квартиру и выплачивал за ту квартиру, которую я купил на бумаге, и денег было совсем в обрез, и мы думали, что можно купить, а что нельзя. Ко мне пришел Равицкак был недалеко на уроке, он зашел, я хотел, чтобы он попил до того, как он поедет, и вдруг он мне говорит, Патлас, ты же богаче, чем царь Соломон. Я считаю копейки, как выжить? А Равицкак говорит, я богаче, Шлома Мелих. Я говорю, почему, Равицкак? Посмотри, такого холодильника не было даже у царя Соломона, и он прав, то есть увидеть то, за что надо благодарить Творца, не погружаться в проблемы. Кто человек, у которого нет проблем? С деньгами, со здоровьем, с детьми, но в каждом из этих случаев он учил видеть руку Творца и благодарить Творца. Это то, что он мне говорил, Патлас, ты помнишь Дискин? Что Дискин? Да, сколько было проблем, и сейчас я должен увидеть, как эти проблемы даже с трудом вспоминаются, как Творец помог, какая помощь с неба была, насколько я должен быть благодарным Творцу. Это уроки нашего учителя Равыцка Казибера. И насколько мы должны быть благодарны Творцу за то, что он нам дал встретить учителя, учителя, который учит жизнь, как постоянно жить перед Творцом. Это значит учить Тору, исполнять его заповеди, потому что в этом вся жизнь еврея. Ради этого он пришел в мир. Редактор Продолжение следует...